Карантин развлечением не помеха. Вблизи октябинских водоемов по-прежнему много отдыхающих. Люди оставляют за собой горы неубранного мусора. Тем самым они вредят лесонасаждений вдоль береговой линии. Кроме того, зачастую активный отдых, включающий в себя готовку шашлыков и другой пищи на открытом огне, приводит к возникновению пожаров. Октябинские лесничие бьют тревогу. Стихия губит лесное хозяйство. Ситуация ознакомилась наша съемочная группа. Вот такую картину можно наблюдать вблизи октябинских водоемов. Людей можно понять. Жаркая погода и хочется освежиться в прохладной воде. Однако октябинцы не соблюдают элементарные правила благоустройства. Оставляют после себя горы мусора и различных пищевых отходов. Тем самым загрязняют окружающую среду. Особенно страдают деревья октябинского лесного хозяйства, которое простирается сразу в нескольких районах области. У нас в лесном хозяйстве одной из актуальных проблем является мусор. Множество пустых бутылок, пакетов и даже крупногабаритный мусор оставляют отдыхающие вдоль водоемов граждане. Никто за собой не убирает. Можно увидеть десятки машин на необорудованных пляжах на Октябинском море в районе 41-го разъезда. А рядом простирается наше лесное хозяйство. Никто карантинные мероприятия не соблюдает. Мы собрали мусор, нам помогли студенты. Однако уже на следующей неделе на этом месте вновь будут горы отходов. Здесь патрулирует конная полиция, но никаких сдвигов нет. Отдыхающие не подчиняются им, а если и уезжают, появляются другие. Итак, раз за разом. Другой вопрос – пожарная безопасность. Легковоспламеняемый мусор может привести к серьезным последствиям, особенно в ветреную погоду. К слову, в штат лесного хозяйства входят 54 лесника, 10 мастеров леса и 4 лесничих. В текущем году планируется провести опашку деревьев протяженностью 3,5 километра. Люди разводят огонь в тени деревьев, а здесь много сухой травы, небольшое дуновение ветра, и огонь может перекинуться на деревья. У нас в хозяйстве растет не только карагач, но также ель, сосна, тополь, ясен, клён, акаца и другие породы. Во избежание пожаров действует приказ, согласованный с Акиматом области. Нельзя проводить активный отдых вблизи или на территории Октябрьского лесного хозяйства с 15 апреля по 31 октября. На этот временной отрезок приходится наиболее пожароопасный период, тем более стоит жаркая погода. Возникает ветер, который разносит мусор и способствует распространению огня. Нам нужно вместе решать эту проблему и не допустить гибель леса. Уже в текущем году горел сухостой. Небольшой пожар возник вблизи Актюбинского моря за городской чертой, в сторону села Бестама Калгинского района. За сохранением зелёных насаждений следит одна лесная пожарная станция. Отметим, что общая площадь Актюбинского лесного хозяйства составляет 28 280 гектаров. В состав входят три лесничества, в том числе особо охраняемый объект Эбита в Каргалинском районе. Николай Сырбов, Галымжан Урынов, телеканал Актюбе.